Подводим итоги третьего сезона МФЛ. Что тебе понравилось в этом сезоне? Наша игра понравилась. Не во всех кришмачах там. Два-три тайма, наверное, не очень. Четыре. Остальные в целом хорошие. Коллектив хорошие, что у нас. Да все понравилось на самом деле. Как тебе новый регламент? Слушай, да интересный регламент на самом деле. Прикольный. Мне понравилось больше, чем до этого было. Интересно. Интересно, когда ты играешь три матча у себя в группе со своими соперниками, а потом еще три матча с другими. С другими группами там по одной команде с другой группой. Как думаешь, например, это честно? Получилось, что Титан играл с аутсайдерами группам и с лидерами? У нас был вообще, я считаю, тяжелый календарь. Один из самых тяжелых. Кто еще? Титан, сильная команда по сути. Да и БиБиГип вышли в полуфинал. Тоже оказались неслабыми, видишь, в моменте. Да, у нас вообще серьезный календарь, я считаю, был один из самых. Мы еще набрали больше всего очков из всех команд. Но видишь, в моменте надо было собраться. Мы не собрались. Что мне понравилось? У Сайд Венгера вообще не понравилось. Ну, такое нововведение нужно использовать, когда у тебя есть достающая техника или это будет постоянно спорные эпизоды и защитные или незащитные голы. Ну, как думаешь, можно ли это будет реализовать в четвертом сезоне или просто рано еще? Да, можно реализовать, просто будет все зависеть от того, какая техника будет. Если техника будет, хотя бы камеры, чтобы были боковые. Ну, чтобы... Ты думаешь, лига готова это обеспечить? Ну, я думаю, всему свое время. Когда будут готовы, я думаю, они обеспечивают. Лига растет, если сравнить первый сезон, по сути, с третьим. Но очень большая, как сказать, разница в плане роста лиги. Что нужно добавить в следующем сезоне? Добавить техники, если добавлять офсайд Венгера. Все, больше ничего не нужно. Ну и твои прогнозы на финальные матчи, которые состоятся завтра? Ну, слушай, буду болеть за Би-Би-Ги, но думаю, что выиграет Амкал. Причем, думаю, уверенно выиграет Амкал. А Тудроц и Родина тяжелый матч. Я думаю, сейчас то две равные команды, по сути. Что Тудроц, что Родина. Но думаю, что как будто бы... Короче, поверю в Тудроц, что третий раз это будет символично. Это будет круто, если третий раз они выиграют. Пусть они третий раз забирают. Дорогие друзья, я знаю, что вы это хорошо знаете, но я должен вам напомнить, что нашим неизменным спонсором является лучшая легальная букмекерская компания в России Бэтбум. У них высокие коэффициенты, множество спортивных событий. И что самое важное, у них лучшая медийная футбольная команда Броукбойс. А вы соратники этой лучшей медийной футбольной команды. И специально для вас наши соратники. Есть ссылка в закрепленном комментарии, по которой вы переходите, регистрируйтесь и получаете бонус на первый депозит до 10 тысяч. Бэтбум, открой игру. Это был твой дебютный сезон медиафутболя. Что ты можешь сказать про третий сезон МФЛ? Что тебе в нем понравилось? Ну, во-первых, по мне это лучший сезон из всех трех. Словно я наблюдал первый и второй сезон. И когда я на себе почувствовал участие в третьем сезоне, по мне это лучший сезон, потому что тут огромные стадионы. Играешь на таких полях. Наслаждение реально огромное. Плюс много болельщиков приходят. И в проффутболе я не играл при такой аудитории условно. И это прям мне очень понравилось. Как тебе регламент этого сезона? Лучше, чем предыдущий? Если со стороны смотреть. Ну, регламент? Ну, мне только не понравился этот офсайд Венгера. Так все в целом меня устраивает. Ну, что-нибудь еще не понравилось тебе? Ну, возможно, на срачных конференциях. Но он был и в первом, втором сезоне даже больше. Просто мне не нравится условно там обсуждать не футбол, а всякие конфликты. И мне это не очень. Что бы ты добавил в следующем сезоне МФЛ? Ну, допустим, по одной звезде футбола. Ну, там, закончишься или нет. В каждую команду. Чтобы был прям условный гранат в каждой команде. Чтобы голевые тебе раздавал, да? Да. Ну, был у нас ВИШ-Диак, и вся Диака нет. Надо искать на замену кого-то. И прогнозы на завтрашние матчи за третье место и финалы. Ну, тут для меня, значит, Тудрос победитель будет. Я не верю в Родину. Но за третье место, как бы мне это не хотелось, на Умкал. Не кажется тебе, что Родина сейчас как раз-таки набирает и к финалу подходит в самой оптимальной форме? Нет. Мне по игре они вообще не нравятся. Тудрос намного сильнее окажется. Я уверен, им не выдадут хорошую игру. А беги на морально-волевых, чтобы в кубок выйти? Нет. Беги, они физически слабые, и МКЛ получше будет выглядеть на их фоне. Так что, я думаю, если не переиграю, то перебегаю точно. Что вам понравилось в третьем сезоне медиафутбольной лиги? В плане регламента со стороны лиги действий каких? Честно сказать, понравилось абсолютно все. Вот без всяких... Чтобы ты выделил. Чтобы я выделил. Вот этот регламент по игре, когда сначала играешь в своей группе, а потом играешь с другими. Это интересно. Плюс получились очень хорошие качественные выезды в нижний. Ну, по крайней мере, у нас. Я добавлю по правилам, так как я с большого футбола, все-таки с более профессиональными правилами. Красный мяч топ вообще. Чистое время тоже необычная тема. Ну и обратные замены. Так и ЛФ, в принципе, все то же самое. По правилам, да, единственное, все понравилось, но очевидно, что со фсайдом Венгера неразбериха, нет камер для данного действия. Вот. Условно, мне кажется, сейчас финал на Лужниках будет. Вот там, с этими камерами, которые... Ну или как в Казани, да? Или как в Казани, например. Тогда бы со фсайдом Венгера все разобрались, все было четко. Тут судьи сами не разобрались. Поэтому, наверное, вот это правило не нужно оставлять на следующий сезон. А красный мяч – это фантастика. Вообще, какие эмоции. Его оставлять вообще до финала, да? Ну, до финала, наверное. Кстати, ну вот я смотрю плей-оффы, но они неинтересные. 0-0, 1-0. А оставь красный мяч, там уже сразу, знаешь, суета начнется. Ты бы оставил, Крох, красный мяч в плей-офф? Красный мяч в плей-офф. Ну, почему бы и нет, было бы круто тоже. А у вас нет ощущения, что вот красный мяч и на МКС нужно вообще весь медиафутбол вводить? Тут скорее, видишь, я думаю, организаторы МКС не хотят брать чужие штучки, знаешь, придуманные МФЛом. И это такая все равно какая-то конкуренция есть. Своё не придумали, придумывать своё херовое нельзя, а забирать чужое, тем более, плохо. Жёлтые за три. Жёлтые за три? Как вариант, да. Вот это вообще угар был. Что еще не понравилось в этом сезоне? Блин, вот исправил только Венгер не понравилось. Еще бы я добавил, чтобы судей, всех судей, ну, кто отыграл, приглашали на конференции. Не понравилось, что понял, приходят на конференции и президенты, вообще все, кто угодно приходит, хуесосят, извините за мат, судей, а судей нет рядом. Ну, и в итоге два часа ты просто в пустоту разговариваешь. С одной стороны, проблема того, что говорят президенты и игроки, кто там на конференции приходят, вообще об этом говорят. Ну, и другая проблема, что не приходят судьи. Что не понравилось тебе, Крох? Мне все понравилось. Поэтому мне все понравилось. Ну, судьи, да, конечно, единственный судья, кто был NFL Top, это Филимонов. Вот он мне нравится. Остальные, ну, не зашли. Спорный момент, и они... Ну, справедливости ради, какого уровня футболисты, такого уровня и судья. То есть, мы тоже, честно, будем честны, мы тоже не игроки уровня АПЛ, чтобы у нас судьи уровня АПЛ и судили. Что бы вы добавили в следующем сезоне? Я бы добавил... Я бы убрал несколько команд. Амкал. Я бы убрал несколько команд. Типа там 2, 3, 4 команды убрал бы. Оставил, возможно, такой же регламент. Но либо, может, вы помнишь, как в первом сезоне было все между собой сыграли. Вот. Плюс Зенит будет, выезды в Питер. Я бы как-нибудь обыгрывал. И плюс, ты как раз-таки вроде и говорил вот эту историю про стадион, чтобы конкретно была база лиги, когда приходишь... Это я, с чего Монтана снимает. Он скидывал эту идею. Когда ты приходишь реально на праздник, и у тебя все там. И фифу играешь, и стадион в своей лиге, и всякие там интерактивчики между игроками лиги. Может быть, медийных бы увеличили количество? Я бы вообще нахрен убрал эти статусы. Вообще не занимался бы этой билибердой. Вот есть просто футболисты, и пусть играют футболисты. Лига уже выросла настолько профессионально, что они на серьезе разбирают, что говорит Игорь Звездин на бровке, какие установки он дает, как он направляет тех, кто на замену выходит. Люди выросли до такого, что они реально это разбирают. А вспомнив в первом сезоне, всем было интересно, сколько сантиметров у Эрик Яна. Ну, условно, да. Сейчас лига выросла, на четвертый сезон, я говорю, реально, на конференцию будут приходить тренера, и будут реально разбирать. И для меня, ну, мне это интересно. Мне реально очень интересно обсуждать футбол. Я бы оставил вот таких талантов, как Кроха, молодых, там, Табрик и так далее. Немного комплимента закинул. И убрал бы Табриза Ибрагимова. И убрал бы таких, да, гандонов, как Табрис Ибрагимов, чтобы понял... Не согласен. Самый недооцененный игрок в медиафутболе. После Таптыги. После кого? После Таптыги. Нет, Таптыгу дооценивают. Нет, Таптыгу дооценивают, ребят, будем честны. Нет, если серьезно, уберите нахер статусы. Рубимся, как рубимся. Пожалуйста, не добавляйте вот этих супер-медийных, медийных. Играем в футбол и отдельно придумываем перформансы, ролики и так далее. Медийная часть отдельно, профессиональная часть отдельно. И делаем МФЛ, проф, красивой историей. Прогнозы на завтрашние финалы. Опа, очки. Ну, вообще, как будто, то Дроз должны забирать третьих. Но Родина может пошалить немножко, спустить там профи, как-то не профи. Но они не в заявке, я думаю. Ну, неважно. Могут они как-то шальнуть. И, в принципе, Родина может взять реванс за тот финал. Ну, я давай вот чисто из-за того, что я не хочу, чтобы Тудротс выиграли третий раз подряд. И потом вот эту, знаешь, вот эту подсказку и историю. Родина-меди. Буду поддерживать Родину-меди. А за третье место? За третье место? Бейбеги топ. Ну, извини, меня обгал. Извините меня по-братски. Ну, может, извините. Ксения Левшук, удачи. Я буду объективен. Мне кажется, все-таки у Дротов выработался вот этот чемпионский дух. И они заберут кое-как. Они могут просто всю игру плохо играть. Но какая-нибудь херня залетит в конце. Ну, и для меня, честно, если Родина-меди заберет турнир, ну, это реально беда. Если просто фикс-прайс забирает турнир, это полный, полный бред просто. И, ну, а за третье место, ну, честно, Амкал должны. Но будет весело. А почему ты не думаешь, что подъедет все-таки Промес? Даже если подъедет Промес, а где Промес... Это будет и невероятно. Промес соло износил. Я посмотрел бы. Я думаю, что нет. У них сборы же начались. И Джики, и Соболь даже вот... Они элементарно не смогли на слабое звено к Фидосу подъехать, потому что у них сборы. Так они отпросятся. Чисто по Амкал. Поэтому я не думаю. Но будет весело, если Бей-Беги заберет. Бей-Беги пойдет в Кубок России. Еще один вайлдкард. Да, и дадут один вайлдкард, и РФС просто такие надевают маску клоуна, такие... Амкал! Вот, поэтому посмеемся. Ты как человек, который пришел из профессионального футбола. Как тебе третий сезон в медиа лиге, со стороны лиги, организации и так далее? Что тебе понравилось? Организация на очень высоком уровне. Блин, это... Что бы ты выделил? Я выделю атмосферу, ажиотаж, подготовку к матчам, там, подогревы те же самые, плюс атмосфера на матчах вот с командами, у которых большая фан-база. Вот, очень все на высоком уровне. Как тебе регламент? Регламент хороший. Когда ты окунаешься в то, где чуть формат другой, тебе очень нравится, потому что это что-то новое, что-то интересное для тебя, и ты осваиваешься в этом, и по первому времени очень хорошо. Что не понравилось? Афсайт Венгера? Ну вот, афсайт Венгера, наверное, да, но он сам по себе идея хорошая, только чуть-чуть... Реализация не получилась. Да-да-да, если бы были камеры, которые могли это показывать и судьи могли это видеть, то это одно. Конференции, количество медийных, трансляции на кинопоиске. Все тоже понравилось. Трансляции на кинопоиске. Ну, я как игрок, я не могу сказать, где трансляция лучше. Все равно она потом на ютубе выходит, я уже смотрю ее на ютубе. А так, ну, один матч... Качество трансляции тебе понравилось? Качество трансляции хорошее. Что бы ты добавил в следующем сезоне? Надо просто улучшить то, что есть сейчас, добавить что-то, тогда опять что-то новое, что-то необычное. Но это надо думать. Может быть, какие-нибудь удаления, там, двухминутные, пятиминутные, может быть, что-то... Была такая вещь, оранжевая карточка, пока у нее не получилось. Не получилось, но... Да, ну и давай тогда прогнозики на завтра. Прогнозики на завтра. Я думаю, что завтра будет ничья, и по Буль Тальти, серии Буль Тальти заберет Родина. Амкал Бейбеги за третье место? Амкал Бейбеги, Амкал спокойно выиграет, я думаю, в два-три ничья. Не думаешь, что подвезут Промыс и Соболева? Нет, если бы их могли подвезти, их бы подвезли там в группе, там где-нибудь еще. Я думаю, что сейчас навряд ли. То есть Амкал Бейбеги без шансов и Родина в борьбе? Да.